Приветствую вас, дамы и господа, на канале Мишаня. И у меня будет сейчас новая рубрика. Рубрика будет тоже по акустику и по звуку, но я ее хочу назвать не Hi-Fi хороший звук, а хороший звук или ХЗ. ХЗ сами знаете, можно сказать, хрен знает. А что там будет за хрен знает, здесь у меня будут, например, какие-нибудь китайские недорогие усилители. И хочу я попробовать что-нибудь советское. Для начала я взял самое дешевое, что было. И самое дешевое, почему я взял именно то, что я взял, потому что оно мне напоминает, так скажем, мое детство и юношество. Это акустика от Кометы или от Ноты. Вот так вот она выглядит. Вот такая. Я, если честно, даже не ожидал, что она такая тяжелая. Уже я забыл, какая она на вес. Думал, если честно, она побольше. В общем, вот такую вот акустику я приобрел на первый раз. Значит, приобрел я ее за 500 рублей. Не так-то, конечно, много. 500 рублей, в принципе, фигня. И сейчас я вам покажу поближе, как это все выглядит, в каком это состоянии у меня все получилось. Попробуем добиться, ну, не добиться, а немножко улучшить ее звучание. Ну, это уже, конечно, в следующих сериях. То есть сейчас я просто покажу, в каком состоянии досталось, что там, так скажем, внутри у нее. И что планирую с ней делать. Запишу, как она звучит вот. В таком вот виде. Сравню я, наверное, ее с акустикой только от музыкального центра для начала. Попробую. Итак, давайте смотреть ближе. Ну что ж, господа, давайте знакомиться ближе. Вот в таком вот состоянии я их купил. Конечно, скольчики где-то есть. Но, чтобы каких-то прям лютых издевательств было на дней, такого нет. Сеточки все ровненькие, абсолютно. То есть, ну, чуть-чуть, вот-вот, тут, наверное, самое большое издевательство, кроме задней панели. Значит, сзади тут какие-то, видите, крепежки пытались сделать, чтобы повесить на стену. Заднюю, конечно, придется менять. Плюс еще тут вот лютый какой-то знаток, видать, чтобы не сифонило, проклеил все это клеем. И, судя по цвету, это, наверное, вот был советский клей Феникс, он мне напоминает. Потому что момент был посветлее, а Феникс был вот такого именно цвета. Сделаны они из фанеры, по-моему, из 12-й. Корпуса вроде нигде не расклеились. Так вот, если подключать, никаких вроде отслоений нет. Но они сделаны не под 45, как радиотехника, а, так скажем, вот, как это, шпунт, или как это называется. Ну, в общем, задние штучки надо менять. Теперь давайте, одну я разобрал, сейчас я вам покажу, что и как. Так, давайте я, наверное, сначала прям не пойду. Видите, тут пришлось немного варварски все это дело разбирать, потому что она была прям вклеена очень люто вот этим вот клеем. Нифига не разбиралась. То есть саморезы советские, сами знаете, как они выкручиваются, нифига они не выкручиваются. В общем, половину выкрутил, половину пришлось высверливать. И потом пришлось вот делать тут отверстие и отверткой вот так вот выламывать, чтобы снять вот эту вот самую заднюю панель. Но ее в любом случае надо было переделывать. Вот. Вот такой вот фильтр у нас здесь. Или кроссовер, кому как нравится. Значит, тут эти вот по одному микрофараду у нас идут кондерчики, я по схеме посмотрел. Ну, на них, точнее, написано. Катушку я посмотрел 0,25 милигенри. И резюк, по-моему, резюк, по-моему, на 5 идет. Ну, это посмотрим на 5 Ом. В общем, как я пока послушал, мне, если честно, не очень понравилось, потому что верхов нету на них почти вообще. Ну, как по мне, лично сейчас мы еще послушаем с вами непеределанную. В общем, кроссовер я, наверное, попробую как-то переделать. И я, кстати, прикупил пищалки от S30, которые шелковые, шелковые, не шелковые, желтенькие идут. 3 ГД, как они там идут-то? 3 ГД-2, по-моему, да? То есть они, я думал, будут получше. И попробуем переделать вот фильтр под них. Там в программке рассчитаем все это дело. И посмотрим. Так, теперь, что тут у нас внутри? То есть вот у нас внутри идет такой фазик. Он достаточно крепкий. Я думал, он похлипше будет. То есть толщина у него такая... Я бы сказал, приличная толщина, наверное, миллиметра 3-4. От этого фазика все крепко, все не шатается. Вот наши динамички. Сейчас поднимем. Опа! То есть вот это вот пескунчик 3 ГД-31. Я посмотрел. Кто-то даже пишет, что он переигрывает. Вот в Весатоне, который у меня стоят, десятки забыл я как модель, что он даже переигрывает. Но я, если честно, по верхам вообще не заметил. Мне прям очень не понравилось. И второй. Это вот этот. Маркировку нифига я на нем. Не пойму, что там. Маркировки-то и нет. Ну, это веговские, по-моему, 4-хомники они. Идут. Так, сейчас минутку переверну. Так, теперь убираем панель. Панель эта крепится вот в эти места. Крепится она изнутри. То есть она как гриль на современных не снимается. Ее вот протянули изнутри. И все. И корпус запечатали. Но она вся, скорее всего, не сказать, что сильно, конечно, вибрирует. Но я ее, наверное, поменяю. То есть посмотрим, у меня, может, останется ткань акустическая. И я, может, сюда сделаю гриль. То есть без нее гриль буду притягивать, хочу, вот в эти же отверстия. Только он уже будет из МДФ. Сюда вот проклею уплотнителем. И вот так притяну. А вот здесь будет уже вот так вырез. И акустической тканью обтянут. Ну, это как пока у меня в планах. Фазик вот крепится на 4-х саморезиках. Все стоит хорошо. Ничего не шатается. Ах ты, я ж не открутил еще динамики. Сейчас, ребят, откручу. Вот открутил. Давайте посмотрим поближе. Магнит прям охренительно большой. Прям охренительно. Тут, кстати, где-то маркировочка. Вот маркировка. Что-то на каляк она-то ничего не пойму. Блин, вверх ногами еще. Или я такой, так, вот какая-то еще маркировочка. Так, вверх ногами это нам тогда надо вот так смотреть. Так. Что-нибудь понимаете, нет? Блин, надо очищать. Ну, в общем, ладно. Наверное, скорее всего они 4-х омные шли, по-моему. В общем, отшкребу, там посмотрим, как это все фильтр делает. Динамик, в принципе, ничего нигде не цепляет. Все нормально. Подвес вроде мягенький. Ну, на всякий случай, наверное, глицеринчиком пройтись его, чтобы размяк. Пескунчик у нас вот такой вот. Значит, здесь, тут, как видите, у нас поролон. Использован под фазиком тоже. А вот под пищалочку из... А, резиновая, кстати. Видите, какая резиновая прокладочка. Пескун, если честно, не шибко он понравился. Конечно, видел видео по доработке. Ну, что-то так уж ковыряться я не хочу. Это надо снимать вот этот, снимать сам диффузор. Вот это что-то тут отпаивать, перепаивать там. Что-то, короче, сильно какой-то геморрой не хочу этим заниматься. В общем, вот такой вот Пескун, который я хочу поменять на другой. Вот этот оставить, поменять кроссовер. И, в принципе, вместе с вами послушать, станет ли это фиговина лучше играть или нет. А чего я хочу вообще добиться? Я хочу, так скажем, куплю китайский усилитель какой-нибудь с блютусом, чтобы поставить колоночки на кухню. Ну, или в детскую, разницы нет. И вместо компьютерных, и со смартфона можно было песенки там слушать. То есть, вот такого вот я плана хочу сделать из этого дела. Значит, снаружи, не знаю, либо обклеить пленкой. Вот, кстати, видите, как она состыкована. Тут, не пойму, то ли просто треснула, то ли отклеилась. Может, отклеилась, по-моему. Надо разобрать, проклеить на ПВ-шечку. В общем, посмотрю, если у меня останутся обрезки и шпона, то тогда закатаю в шпон. Тогда будет вообще видок у нее прикольный. Если не останется, ну, не знаю, может, пленкой, может, просто покрашу. Так, ну что, давайте теперь будем слушать. Сильно только не смейтесь, потому что, ну, маленькие колонки от центра я... Нету у меня. У меня вот только от моего Соневского есть. Это вот такие вот огроменные. Но вы сильно на баз тогда внимания не обращаете. Тем более, это трехполоски. И размер у них, сами видите, какой. Не такой маленький. То есть, чисто можно послушать. Вот мне верха там абсолютно не устраивает. Нету там верхов. И снимать я буду... Вы скажете, камера ж нифига не передает. Я вот буду вот на такую штучку вам звук делать. Вот это для Roland R09. Достаточно, я понял, неплохой такой диктофон. Но сейчас и послушаем, как он пишет. А потом я еще принесу колоночки, конечно, поменьше. У меня маленькие такие от центра Айва где-то были. Они сейчас сужены в машине, поэтому не могу вам показать. Потом, когда я уже что-то доделаю, мы сравним переделанную и недоделанную, так скажем. И сравним это уже, так скажем, с маленькой колоночкой, которая соответствует будет хотя бы каким-то размерам. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А на этом для первого выпуска всё. Пишите, пожалуйста, свои комментарии, что вы думаете, как стоит её улучшить, как может переделать фильтр, если вы шарите. Пишите, пожалуйста, свои предложения, ставьте лайки, если вам интересна данная тема. Я буду её дальше продолжать развивать. Будем увеличиваться, так скажем, в размерах. Может быть, потом S30 прикупим, может быть, Vega. То есть куда-нибудь потом будем двигаться. Надо доделать эти, доделать свой, так скажем, хай-файчик, проект. И пойдём дальше. Всем пока. Удачи, ребята. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...